приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим французский козий сыр кротем да да я не оговорился именно козий сыр наконец-то мы нашли контакты фермеров которые выращивают здесь рядом с нами коз молочных причем альпийской породы и мы будем делать козий сыр первый раз поэтому мы делаем такой своеобразный эксперимент 6 литров у нас козьего молока и 6 литров коровьего до этого я никогда не варил сыры ну потому что у нас просто не было доступа к нормальному козьему молоку которое можно именно взять нужной дойки с нужной выдержкой охлажденная в общем которая сыропригодная скажем так поэтому вот в результате этого видео мы научимся готовить отличнейший сырок и помимо этого в следующем видео в дегустации я расскажу чем отличается козий сыр от коровьего смотрите друзья если вы хотите начать готовить сыры с плесенью то лучше всего я вам очень рекомендую начинайте именно с кротема не обязательно делать его из козьего молока можно совершенно спокойно делать из коровьего вкус конечно будет отличаться но поверьте сырок будет вот такой вот почему рекомендую начинать с кротена потому что сыр с небольшим сроком вызревания и очень простой в приготовлении то есть ну невероятно простой вообще можно обойтись практически вот это оборудование водяная баня для приготовления кротена это так условно мы уже привыкли мне готовить поэтому готовим а на самом деле тут такие низкие температуры что можно готовить с помощью но обычных подручных средств то есть обычная кастрюля и в принципе нам понадобится кастрюля чтобы нагреть молоко друшлаг и марлечка для того чтобы мы микрофильмру используем для того чтобы процедить молоко и шумовка для того чтобы раскладывать мисток естественно понадобятся вот такие вот маленькие формочки кротены маленькие сырочки в белой плесени которая формируется двумя культурами гиацинтум кандидиум и пенициллинум кандидиум ой гиацинтум кандидиум извините и пенициллинум кандидиум получается сырок за две недели вызревает такой красивой морщинистой корочки и невероятно ну просто на вкус потрясающий при этом я же говорю готовится супер просто вам понравится поверьте а вечером сидя с любимой женой где-нибудь за бокалом вина и разрезом французский картинчик вы удивите и либо живу либо всю семью либо мужа ну кому как в общем классная штука и так готовим из 6 литров козьего и 6 литров коровьего молока по большому счету вот про молоко я очень часто рассказываю ну два слова смотрите друзья сыр короткого слова срока вызревания молоко пастеризовать не обязательно за две недели ничего практически с не произойдет но если конечно туда не наплевать и не занести каких-то бактерий с грязных рук то есть любом случае все стерилизуем естественно сливки не снимаем потому что кротен должен быть жирный еще очень важно фермерское молоко должно быть вчерашней дойки то есть сегодняшнее молоко которое только животное подоили она не подойдет у него бактериоцидная фаза и в нем не будет как бы у него еще она не будет скисать то есть не будет подниматься кислотность поэтому молоко используем вчерашний вот идеальный вариант это вчерашняя дневная дойка вчера животное подоили молоко поставили в холодильник она до сегодня ну при температуре не выше 10 градусов она до сегодня постояла и варим сыр можем использовать магазинное молоко не подходит ультра пастеризованное молоко и не подходит молоко длительного срока хранения потому что в нем большое количество антибиотиков которые просто подавят и плесень нашу которую мы будем заселять сыр и заквасочную культуру то есть не повысится кислотность не вырастет плесень в общем ничего не получится то есть надо обычно если магазинное молоко только пастеризованное об остальных ингредиентах несколько слов скажу весь список ингредиентов вы найдете в описании видео и хорошая новость для подписчиков для зрителей из украины мы наконец-то нашли интернет магазин который продает ферменты закваски плесневые культуры ну абсолютно все все что вам надо пропионокислые бактерии все что вам надо на для сыроделия не наборами для сыров то есть наборами они продают тоже но продают отдельно в очень удобной фасовке вот в таких вот колбочках причем фасуется все стерильных условиях мы с ларисой проверяли вес колбочек очень четко соответствует по 5 литров молока то есть вам так можно купить фермент закваску плесневые культуры пропионовые бактерии то есть абсолютно все допустим вы заказываете на 30 литров молока значит у вас будет 6 таких колбочек по 5 литров заказываете на 50 литров молока значит у вас будет 10 таких колбочек по 5 литров придет это вам в таком изотермическом герметично запаянном пакете поэтому даже короткий перегрев там во время пересылки новой почты и не так страшно как если вам закваски присылают в обычном zip пакете что на мой взгляд вообще недопустимо очень классный интернет магазин сырок комьюа заходите ссылка будет в описании и если вы привыкли готовить из набором то из наборов сырных то в этом интернет магазине вы также найдете огромное количество сырных наборов сырных рецептов но я предпочитаю готовить из ингредиентов отдельно покупать загваски отдельно покупать ферменты какие закваски и ферменты нужны для этого сыра как я уже говорил вы найдете в описании видео итак нам понадобится мы используем не пастеризованное молоко но все равно вносим хлорид кальция соль кальция вносим из расчета 1 миллилитр 10 процентного раствора хлорида кальция на литр молока в принципе с не пастеризованным молоком вносить хлорид кальция не обязательно но желательно для того чтобы молоко подготовить хорошему образованию сгустка так будет прогнозируемые выход нашего сыра будет чуть чуть больше вес если вы используете пастеризованное молоко тогда хлорид кальция из расчета 3 миллилитра 10 процентного раствора на литр молока вот такие вот пропорции в рецептах где-то пишут ну очень часто я встречаю рецепты которые там ну вообще мизерное количество хлористого кальция дают это неправильно друзья я прочел несколько учебников изучил госты по госту хлорид кальция в пастеризованное молоко добавляется из расчета 30 40 грамм сухого порошка на 100 литров молока поэтому я даю считаю что правильный гостовский расход хлорида кальция далее нам понадобится мизофильная закваска в количестве соответствующим объема нашего молока молокосвертывающий фермент естественно кстати в магазине sorok.com.ua тоже продается мой любимый микробиальный молокосвертывающий фермент растительного происхождения который очень рекомендую на его всегда в принципе рекомендую во всех видео очень прогнозируемое образование сгустка если с натуральным сычужным ферментом очень капризен хранению могут быть нюансы то этот мне по крайней мере очень нравится ну ларисе тоже и понадобится две плесневые культуры геатрициум кандиду кандидиум и пенициллин кандидиум которые сформируют вкус нашего кротена и красивую морщинистую корочку итак друзья первое что нам надо сделать это процедить молочко начинаем друзья если вы используете магазинное пастеризованное молоко эту процедуру можно не проводить процеживание если вы используете фермерское сырое молоко или даже будете его пастеризовать эту процедуру проводить обязательно не потому что в молоке может быть мусор если вы используете фермерское молоко вы должны фермеру как минимум доверять и познакомиться знать каждое животное в лицо как говорит лариса ты всех коров знаешь в лицо То есть фермеру я доверяю, мусора здесь не бывает Но в выдайном молоке есть сгусточки Небольшие, размером с миллиметр, сгусточки молочка какого-то, белка И когда мы начинаем заселять сюда молочнокислые бактерии По простую закваску колонии бактерий начинают размножаться вокруг этих сгусточков Ну вот видите, они такие мелкие-мелкие сгустки И не распределяется по всему объему молока Второе процеживаем Соответственно мы не получим правильное увеличение кислотности Поэтому молоко фермерское обязательно процеживаем После того как молоко процежено, включаем нагрев И нагреваем его до температуры 22 градуса Если делаете это на плите, то делайте на минимальном огне Чтобы молоко не нагревалось быстро И постоянно помешивая Чтобы молоко поменьше, один слой молока поменьше контактировал с дном кастрюли Если на водяной бане, то просто оно нагреется само по себе за полчасика И когда молоко нагреется до нужной нам температуры, друзья, мы продолжим После того как молочко нагрелось до температуры 22 градуса Вносим хлористый кальций Флористый кальций вносится перед внесением ферментов и заквасок Это как бы подготовка молока, так сказать, начальная То есть нам в первую очередь молоко надо подготовить А потом уже из него делать сыр Вносим хлористый кальций Перемешиваем молоко И оставляем, перемешиваем вот такими вот движениями снизу вверх Чтобы хлористый кальций, раствор вернее равномерно распределился по всему объему молока И оставляем минут на 5 В это время, друзья, подготовим молокосвертывающий фермент Фермент у нас сухой Если вы используете жидкий фермент, то нужное количество фермента разводите в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры Соответственно сухой фермент точно так же Нужное количество фермента разводите, просто набираете в рюмочку 50 мл кипяченой воды комнатной температуры Растворяете фермент и это надо сделать минут за 15 до внесения То есть чтобы он полностью растворился Кстати, еще хотел сказать, вот эти вот чудесные формочки, малюсенькие, такие классные для кротенчиков Мы тоже заказали в интернет-магазине сырок.com.ua Стоит сущие копейки и формочка очень классная, она с ножками, очень удобна Итак, друзья, внесли хлористый кальций, ждем 5 минут Через 5 минут вносим закваску Так как закваска у нас прямого внесения, рассыпаем ее по поверхности молока И соответственно вносим бактериальные культуры Геотрициум кандидум и пенициллинум кандидум Все порошочки рассыпаем по поверхности молока И оставляем на 2-3 минуты, чтобы порошки хорошо регидратировались Или регидрировались, кому как больше нравится Я вот всегда раньше говорил регидрировались, а потом оказалось, что это неправильный перевод Иностранного слова, что правильно говорить регидратировались В общем, нам надо, чтобы эта штука, порошок, хорошенько промок, не образовал сгустков при перемешивании Чтобы мы могли распределить его по всему объему молока Через 3 минуты хорошенько перемешаем молоко движениями вверх-вниз Для того, чтобы равномерно распределить и заквасочные, и плесневые культуры по всему объему После перемешивания оставляем молоко в покое еще на 5 минут Вносим молоко, заранее разведенный молокосвертывающий фермент И тщательно его перемешиваем опять же-таки После этого накрываем молоко крышкой и оставляем при комнатной температуре на 20 часов Но в нашем случае это до завтрашнего утра На завтра на утро нам надо будет приготовить формы для формирования наших кротенчиков Формы должны быть, естественно, продезинфицированы Ну, в данном случае мы формы обдаем кипятком, чтобы кипяток хорошо убивает все бактерии Также можно дезинфицировать уксусом, например В общем, друзья, завтра продолжим На следующее утро сгусток полностью сформировался Видите, сверху сыворотка, а сгусток осел, я его сейчас не хочу трогать, сейчас будем показывать Осел вниз полностью Подготовили формы И начинаем перекладывать сгусток в форму Используем шумовку И аккуратненько набирая слой сгустка Таким вот образом Перекладываем его в форму Сгусток будет в процессе самопрессования очень сильно оседать Поэтому изначально наполняем формы Ну, вот если такие высокие формы, то наполняем где-то на две трети Также мы будем использовать вот такие вот низенькие формы Эти будем наполнять полные Кстати, вот эти высокие формы я сделал из пищевых контейнеров Очень удобно для сыров типа кротена, валансье Которые очень сильно подсаживаются Ну, я думаю, что еще-еще Он опустится Вот так вот где-то Через некоторое время сыр опустится больше, чем в два раза в форме И тогда мы сможем контролировать Если нам надо будет добавить еще, чтобы высоту увеличить Сможем контролировать высоту То есть не спешите взять много форм и разложить по ним сыр Он очень сильно опустится Наполним формы козьим сыром и перейдем к коровьим Аналогичную процедуру выполняем с коровьим сыром Тут сгусток немножко другой Он плавает на поверхности, он не утонул Так как формы у нас маленькие, то заполняем их сгустком полностью И потом будем еще как бы дополнять После того, как формы заполнены У нас должно остаться еще примерно чуть меньше половины сыра То есть не старайтесь выложить вот такие вот небольшие формы Весь сыр, он сейчас очень сильно осядет Оставляем его минут на 20 и потом продолжим Через 20 минут, видите, как сырочек подсел Берем сгусток и начинаем дополнять формы Опять-таки до полного Потому что оно очень сильно подсаживается После того, как я заполню все формы Оставлю головки еще на 20 минут Они еще раз подсядут И после этого я их уже окончательно заполню Как видим, через 20 минут сырочек еще подсел Соответственно, мы еще заполняем формы Можно не бояться совершенно полную ее наполнять Он еще немножко опустится После того, как сыр стечет полностью Это займет где-то час-полтора Оставляем его при комнатной температуре На теплое созревание Теплое созревание будет занимать у нас двое суток Чтобы на сыр не летела, ну, не садилась никакая пуль Надо его накрыть сухим полотенцем Желательно, чтобы полотенце было тоже достаточно чистое Для того, чтобы простерилизовать Можно просто прогладить горячим утюгом Двое суток будет длиться у нас теплое созревание И через сутки мы перевернем наш сырок Посмотрите, я его сейчас заполнил Третий раз фактически У меня еще осталась немножко сгустка У меня есть еще одна форма, в которой я могу добавить этот сгусток Поэтому я не спешу раскладывать весь сгусток Подожду еще где-то полчасика Добавлю еще раз, чтобы формы были полные После этого даю ему час стечь И накрываю чистым стерильным полотенцем Оставляем на двое суток при комнатной температуре Через 24 часа перевернем наш сырок Видите, как он подсел Красивенький, но еще мягенький Перекладываем его в формочке с другой стороной И оставляем самопрессоваться еще на сутки На следующий день сырок надо посолить Солить будем в форме Потому что если мы посолим и оставим сыр на дренажном коврике Он начинает очень сильно отдавать влагу Где-то одну четвертую чайной ложечки С каждой стороны Вот, и если мы его посолим и оставим на коврике Он может расплыться То есть головочка потеряет форму Поэтому солим вот так вот И сразу же его в формочку Пусть полежит в форме Где-то часа 3-4 Сыр отдаст еще немного влаги После этого выложим его на дренажный коврик И оставим обсушиваться до завтрашнего утра Хотя делать это на ковриках На ковриках не очень удобно Руки рулят Он сразу же в руках начинает терять форму Как бы расплываться Поэтому оставляем его в формочке Давайте посмотрим на наш козий сырок Мне интересно тоже, как он себя чувствует Отлично себя чувствует Козий сырочек Тоже его солим Он возьмет нужное ему количество соли Конечно, сильно увлекаться не стоит Но Тоже пересолить можете не бояться Ну как не бояться Я же говорю, сильно увлекаться не стоит Оставляем вот так вот Часика на 3-4 Потом перемещаем на дренажный коврик И на сутки на просушку А завтра утром я расскажу Как этот сыр поставить на вызревание Ну тут все тоже очень просто 3 часа я достал сыр на просушку Из форм И хочу взвесить Для того, чтобы получить Дай мне пустую тарелочку А то я не сбросил на ноль Из коровьего молока 190 грамм Сырочек Точно все, да? 190 Значит, 5 головок по 190 грамм Это мы получили из 6 литров Практически килограмм кротенчиков Из козьего молока Получилось немножко меньше Но он плотнее значительно 211 грамм Значит, 840 грамм Тоже из 6 литров Мы получили 840 грамм кротенчиков Друзья Вот так вот Пусть он сутки у нас обсыхает Что делать дальше? Сейчас расскажу Вкратце в двух словах Ему надо созреть Значит, делаем вот такую вот конструкцию Контейнер Решетка На дно контейнера салфетки Решетка от раковины Ну, для раковины мы их покупаем Они немножко больше контейнеров Я его подрезаю, решетку Чтобы она вот так вот плотно входила в контейнер Чтобы она не ложилась на дно А именно Ну, вот так вот, видите? Сверху дренажный коврик Через сутки Когда у нас сыр обсохнет полностью Помещаем его в контейнер И в холодильник на вызревание При температуре 8-10 градусов Не выше 10, желательно И смотрите Сколько он у нас должен вызревать Значит, молодой кротен Будет готов То есть, где-то через неделю На нем вырастет плесень И 10 дней Будет готов молодой кротен Кто какой любит Тут как бы вопрос Я больше люблю молодой У него будет немножко творожистая структура Ну, не совсем как творог Но все-таки немножко творожистая Как, допустим, молодой камамбер Ну, вот мне на этой стадии Такие сыры нравятся больше всего Далее Его можно выдерживать до 4 месяцев Постепенно В процессе выдерживания Сыр будет размягчаться внутри И как бы становиться как плавленый Как выдержанный камамбер По большому счету Но те же бактерии действуют одинаково Просто вкус кротена Очень сильно отличается от камамбера Ну, это вы узнаете, когда попробуете Вот И, собственно говоря Мы его будем через 2 недели дегустировать То есть, у нас будет молодой сыр Выйдет отдельное видео Про дегустацию нашего кротена Я покажу и расскажу Какой у нас получился козий Какой получился король И, действительно, ну, настоящий кротен Делается именно из козьего молока Теперь мы, когда мы получили доступ К козьему молоку И, самое главное Теперь у нас есть возможность Покупать отдельно закваски Отдельно плесневые культуры На сайте срок.ком.юа Мы, я думаю, будем очень много Из козьего молока делать Вот По поводу созревания еще Смотрите В холодильнике, в контейнере Он созревает Регулируем влажность Каким образом? Крышечку Открываем Закрываем То есть, когда у нас крышечка сухая Закрываем ее Если на крышечке здесь появляется Туман Ну, как бы она запотевает снизу Значит, снимаем крышечку Вытираем все салфеточкой И Приоткрываем Чтобы немножко понизить влажность Вот так вот надо с ним поиграться Потому что влажность должна быть В пределах 85% Но за счет того, что Сам же сыр Достаточно влажный То есть, он такой Как бы в нем много влаги На начальных этапах Он будет сильно эту влагу отдавать И, соответственно, влажность в контейнере Может подняться до 95-98% Это нам совершенно не нужно То есть, для нас идеальная влажность 85% Ну, в общем-то, все Представляем вашему вниманию Рецепт прекрасного сыра кротен Поверьте, приготовите Потом будете готовить его постоянно Как видите, очень простой в приготовлении Ну, вот нюансы, которые я рассказал Не солите вынув из формы Потому что он Сплющится Превратится в блин Если вы, допустим, его Извлечете из формы После самопрессования И вот так вот посолите Оставите на дренажном коврике Он поплывет и сплющится И второй нюанс созревания А мы с вами, друзья, через две недели Будем дегустировать наши два вида кротена Ну и, собственно говоря, пока На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Делитесь видео, если оно вам понравилось Кстати, мне бы очень было приятно Если бы вы делились видео Потому что так видео получает больше аудитории Ну, собственно говоря, наверное, все Спасибо за внимание Всего доброго, пока